В областном центре закрыли седьмой сезон проекта «Лыжи в школу». На горе Парковой собрались 180 школьников из Дневельска, Холмска, Тамари, а также Южно-Сахалинска. Ребята продемонстрировали свои навыки, полученные за три месяца. Подробности далее в сюжете. Сахалинский проект «Лыжи в школу» стартовал 7 лет назад и набирает обороты с каждым годом. За все время в программе приняли участие около 10 тысяч учеников, первых, четвертых классов из 27 школы региона. Алексей Шаталов – один из них. Несмотря на небольшой опыт в горнолыжном спорте, Мачек занял на соревнованиях первое место. Сегодня у нас были соревнования по горнолыжному спорту. Я ожидал хотя бы второе место, но получил первое. Я занимаюсь «Лыжи в школу» проект, занимался, никакую тренировку не пропускал. Бесплатные занятия проводили на горном воздухе Игоре Парковой. Начинающие спортсмены достигали азы зимнего спорта под руководством тренеров-инструкторов. Дети занимались один раз в неделю в рамках дополнительного урока физкультуры. На средства областного бюджета для школьников закупили и предоставили экипировку, инвентарь и скипас для подъема в гору. Горные лыжи и сноуборд – два направления. Традиционно пока горнолыжников больше, поэтому и соревнования сегодня проводили мы именно для спортсменов, которые занимались на горных лыжах. Отбирали по группам. Участников сегодня было 180 человек. Это были спортсмены первого года обучения и второго года обучения. Подводили итоги по результатам одного заезда, лучшее время выбирали. И подводили итоги по школам. В этом году 18 региональных образовательных учреждений боролись за место на пьедестале. По итогам сильнейшей стала команда 26-й школы. Второе место заняли ученики третьей гимназии. Третья – 21-я школа. Завершился у нас седьмой сезон социального проекта «Лыжи в школу». У нас он разросся, так скажем, в своих масштабах. Сначала мы начинали просто с горнолыжной подготовки. Сегодня у нас уже несколько других дисциплин. Сноуборд, киокусинкай, самбо в школу, лыжная просто подготовка, лыжные гонки, коньки в школу. Поэтому нам есть чем сегодня похвастаться. Школьников наградили медалями и грамотами. Лучший спортсмен получил переходящий горнолыжный шлем. После церемонии вручения ребята совершили совместный спуск в честь закрытия сезона. Наталья Полчаева, Данил Саражинский, Дмитрий Прокошкин. Солнце ТВ.